Добрый день, меня зовут Михаил, вы на канале Property Show. Сегодня мы с вами поговорим о недвижимости в экзотических странах. В частности, Таиланд хорошо известен среди россиян как популярное туристическое направление, но его еще и выбирают как страну для переезда на пенсию или страну для инвестиций. Таиланд известен тем, что он обладает хорошим климатом круглый год. Также есть подбор объектов недвижимости на любой вкус. Страна имеет массу, массу преимуществ, которые можно очень долго перечислять. И сегодня мы поговорим о выборе недвижимости в Таиланде. Однако, любая покупка недвижимости за границей должна производиться тщательно и требуется помощь профессионалов. Сегодня мы поговорим с представителем агентства Villas Home Agency Ольгой Сунгуровой. И она ответит на наши вопросы. Ольга, добрый день. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, безопасно ли покупать недвижимость в Таиланде и почему так важно найти профессионалов и проверенную компанию? Хороший вопрос, спасибо. Хочется отметить, что недвижимость – одна из самых привлекательных отраслей в экономике Таиланда. Об этом свидетельствуют очень высокие темпы застройки. В Таиланде практически, на Пхукете практически не осталось уже свободной земли. Она очень дорогая. И на законодательном уровне все прописано, упрощено и все это контролируется. Соответственно, покупать недвижимость в Таиланде безопасно. И то, что контролируется все правительством королевства, помогает избежать разных сложностей при оформлении коррупционных схем. Однако недвижимость, наверное, покупаем мы не так часто, как, например, булку хлеба. И всегда я настоятельно рекомендую обращаться к юристам, к финансовым консультантам, либо в агентство, где, соответственно, эти консультанты и работают. Как выбрать агентство – это тоже хороший вопрос. Прежде всего, нужно смотреть на компетентность сотрудников. Как вы ее определите? Вы можете задать простой вопрос про налоги, про форму собственности. Если менеджер затрудняется вам ответить, на, в принципе, может быть и непростой, но логичный вопрос, это уже должно вам дать такой звоночек, что, может быть, стоит поискать другого менеджера. Очень часто мы видим на заголовках, на рекламных баннерах объявления 50% скидка или 20% дохода годовых от инвестиций. Тоже информация, когда мы приходим в агентство, мы понимаем, что 50% – это всего лишь скидка на мебельный пакет, а 20% – это не 20%, а почему-то 7%. То есть такая вот мелочь вроде как, но маркетинговый обман в деталях, он должен тоже натолкнуть на какие-то мысли. Прежде всего, мы за честность. И да, и еще этика. Так как все-таки агентств разных очень много, и очень часто недобросовестные агенты хотят привлечь на свою сторону клиентов, говорят, что вот мы единственные, можем вам помочь, а больше никто. Клиенты тоже это настораживают, потому что, ну, люди уже не дураки. Давайте сейчас поговорим уже о вашем агентстве. Как давно Willis Homes работает на рынке недвижимости в Таиланде, и какие услуги оказываются у вас в агентстве? Сотрудники нашей компании занимаются недвижимостью, инвестициями более 10 лет. В нашей компании есть юридический отдел, финансовый отдел, отдел маркетинга. Мы с уверенностью можем сказать, что мы являемся площадкой официально уполномоченной проводить сделки с недвижимостью на территории Королевства Таиланд, представлять интересы наших соотечественников на любом, на законодательном уровне, проверять чистоту сделки, также проверять чистоту застройщика. Хотя очень низкий процент недобросовестных застройщиков в Таиланде, тем не менее мы проверяем все, от наличия сертификата и разрешения на строительство, и заканчивая всеми деталями, прописанием договора, потому что иногда застройщик предоставляет не совсем подходящий для клиента договор. То есть клиент без юридического образования, тем более система законов в Таиланде отличается от нашей, он просто не может понять, что ему правильно, ему что-то... Еще и на иностранном языке. Конечно, да. Ну, переводчика он может нанять, допустим, да, но нюансы некоторые, например, вот форма собственности или сколт, она может продлеваться и переходить на следование. Об этом застройщик чаще всего не пишет в договоре. Мы, наш юридический отдел может настоять на этом, и контракт может быть переделан в пользу клиентам. Мы также берем в управление недвижимость, то есть у нас есть клиенты, которые покупают у нас квартиры, наши биллы, мы их сдаем. Наша компания уже пятый раз подтверждает на сервисе IRNBB статус как супер-хозяин. Поэтому тоже, пожалуйста, если вы не хотите, например, программу гарантированного дохода от застройщика, мы можем предложить вам свои услуги. То есть вам можно вообще не приезжать в Таиланд. Все сделаем в лучшем виде. Как дело обстоит с постпродажным сервисом? Есть ли услуги по мебелировке квартиры? Помогаете ли в этом вопросе? Конечно, мы можем помочь вам в любом вопросе, и в этом в том числе. Но одна из отличительных особенностей покупки новостроек в Таиланде, это то, что вы покупаете уже готовую квартиру с тапочками, с посудой, с полной мебелировкой, и вы можете въезжать в нее и жить. Поэтому такой сервис, как правило, не требуется. Тем не менее, мы можем его предоставить. Какое, на ваш взгляд, преимущество для российского инвестора недвижимости Таиланда перед другими странами? Преимуществ на самом деле много. Давайте я расскажу, скажу самое главное преимущество, это климат. 365 дней в году – это сезон. Когда у русских заканчивается сезон, и они едут в Россию, там, либо в Украину, приезжают китайцы, приезжают арабы, начинается высокий сезон у них. То есть преимущество в том, что 365 дней в году ваша недвижимость работает на вас, принося вам дивиденды. Второе преимущество – налоги. В Европе очень высокие налоги, от 25 и выше. В Таиланде, во-первых, отсутствует налог на владение недвижимостью, вы не платите его. Во-вторых, налог на прибыль гораздо меньше, чем в Европе, больше, чем на 10%. Ну, это уже, мне кажется, такие прям. Если взять, например, Пхукет, то он очень сильно расстраивается. Сейчас принят законодательный проект «Пхукет Стартап Хаб». То есть это как по аналогии с Кремниевой долиной. Когда по прогнозам экспертов в 2022 году он будет реализован, и цены на недвижимость, естественно, возрастут. Ну, по аналогии, опять же, с Силиконовой долиной. Если говорить вот о сдаче квартиры в аренду, насколько в Таиланде действует сезонный фактор? То есть насколько зависит доходность от квартиры, от сезона, от расположения жилья и от типа жилья? Зависит, конечно. Самое высокодоходное жилье – это апартаменты, но их легче всего сдать, наверное, как и в России. Однушки самые студии, однушки самые ходовые. Но, тем не менее, расположение, конечно, играет ключевую роль, потому что объекты на берегу моря всегда можно сдавать дороже. А про сезонность я не открою секрет. Опять же, 365 дней в году сезон. А так называемый в России сезон дождей. Дожди длятся непродолжительное время, не длятся по ночам. И опять же, низкий сезон дождей для россиян – высокий сезон для китайцев. Поэтому не влияет абсолютно. Когда речь идет о, допустим, Германии, мы говорим про регионы, которые выгодны для инвестиций. Когда мы говорим о Таиланде, это скорее об островах, о регионах в Таиланде. Какие из них наиболее сейчас привлекательны? Ну, самые привлекательные – это Пхукет, опять же, потому что он расстраивается. Принят законопроект «Пхукет Стартап Хаб». Построено новое здание международного аэропорта. Построено, уже введено в эксплуатацию три тоннеля подземных. И сейчас еще один принят новый законопроект о трассе Кату-Патонг с проложением тоннеля прямо в горном крипте. Железная дорога по острову. Ну, то есть он очень привлекательен с точки зрения инвестиций. И застройщиков там больше 40 уже на данный момент. Также можно говорить о курорте Паттайя, Хуахинь, Самуи. Ну, они, скажем так, менее распространенные, менее привлекательные с целью именно инвестиций. Может быть, если кто-то хочет купить недвижимость для себя и жить на пенсии, многие выбирают Самуи, да. Но для инвестиций лучше все-таки Пхукет. То есть, получается, если россиянин хочет жить, провести пенсию, допустим, в тихом нетуристическом месте, то он выбирает Самуи и вот подобного типа. А для инвестиций у нас, получается, Пхукет. Да, скорее так. Но на Пхукете, хочу заметить, тоже есть районы тихие, нетуристические. То есть Пхукет хорош тем, что каждый может найти что-то для себя. И для клубной ночной жизни, и для семейного отдыха, и для уединенного ретрита. И получается, опять же, здесь, как вы и говорили, важна помощь профессионалов, которые знают, где это место находится, что вообще такое возможно. Конечно, даже если клиент может сам найти место сейчас с развитием интернета, мы все можем сами. Но тот же застройщик Таиланд, очень важно сказать, что Таиланд работает по американской брокерской системе. И мы не берем ни копейки с наших клиентов. Нам платят застройщики. И более того, мы можем договориться с застройщиком, так как мы их официальные партнеры, и сделать цену даже ниже, чем предложит клиенту застройщик. Это раз. Во-вторых, застройщик о своем объекте всегда говорит, где будет что? Только плюсы. Мы... А эти плюсы могут быть для определенной семьи минусами. Да, хорошая площадка, хорошее агентство, хороший агент нужен для того, чтобы помочь человеку среди огромного множества объектов, выбрать именно то, что подойдет ему. И объективно рассказать об этом объекте. Да, о минусах и плюсах, да. Давайте поговорим о покупке... о процессе покупки недвижимости в Таиланде. И какие права будут у россиянина после покупки недвижимости? И также можно ли рассчитывать на ипотеку, в частности, для пенсионеров и для обычных россиян? Ну, смотрите, для пенсионеров первое, в визовом вопросе очень хорошие льготы предоставляются всем. Неважно, есть ли у вас квартира или нет. Как только исполнилось вам 50 лет, вы можете получать пенсионную визу на год и жить. Если мы рассматриваем другие категории граждан, то покупка собственности дает вам только собственность и хорошие инвестиции. Она не дает никакие льготы по визам, хотя в случаях с нашими клиентами часто бывало, что миграционное законодательство было на стороне того, ну, вот в случае принятия решения о продлении виз, было на стороне собственника, да, у которого есть документация на то, что собственность находится в пределах королевства. Вот, собственно, так же. Один из ключевых вопросов, получается, это вопрос визы. На какой промежуток времени можно получить визу и как быстро она оформляется, что для этого нужно и вот как вообще решается визовый вопрос, насколько часто можно будет приезжать в свою недвижимость? Насколько часто? Если вы, давайте начнем с конца. Если вы выбираете гарантированный доход от застройщика, вам дается 30 дней бесплатных, ну, вы получаете 10% годовых, при этом в течение года вы можете на 30 дней приехать и жить в своей недвижимости. При этом вам не нужно оформлять никакую визу, вы приезжаете, въезжаете по штампу, находитесь в Таиланде 30 дней и так можно въехать 3 раза в год. Вы можете оформить туристическую визу, это подходит для зимовщиков. Она оформляется на 3 месяца в течение двух дней в Москве и в Санкт-Петербурге. Если вы хотите жить долго в Таиланде, если вы не пенсионер, то мы можем тоже вам помочь с открытием компании. И на компанию открывается рабочая виза годовая, она продляется раз в год. Вы выезжаете в Малайзию, в Лаос, ну, в соседние страны и получаете визу. Вернемся к процессу покупки недвижимости. Какие есть дополнительные расходы, помимо стоимости самой недвижимости? Дополнительные расходы, однократный налог, если форма собственности лифт-фолд это 1,1%, обслуживание за год, цена за квадратный метр в среднем 50 бат за квадрат. Ежегодный налог на недвижимость в Таиланде отсутствует. То есть практически вот все, что дополнительные платы, ну, установка счетчиков для электричества и воды, это тоже, но в зависимости от того, какой объект вы покупаете, это недорого. Ну и в целом получается намного выгоднее, чем, допустим, в европейских странах. Намного, да, это тоже одно из ключевых преимуществ, которые я забыла ранее упомянуть. Да, где есть огромное количество налогов, статей, сборов, которые ежегодно нужно выплачивать. Какие привилегии получает владелец недвижимости в Таиланде? Привилегии? Ну, привилегии скорее состоят в инвестиционном плане. То есть привилегии, это он, стоимость активов дорожает в среднем на 5% в год. Гарантированный процент дохода, он выше, чем в банке, в любом, причем не только в России. У нас клиенты не только из России. И привилегии, он может жить с семьей 30 дней в году абсолютно бесплатно. Тоже привилегии, я считаю. Еще преимущество Таиланда в том, что 365 дней в году сезон. 365 дней в году чистейшая экология. Вы на острове живете, вы дышите морским воздухом. Всякие респираторные заболевания для астматиков. Это прекрасный повод просто повысить иммунитет, продукты. Круглый год свежие овощи, фрукты, без нитратов, выращенные под солнцем. Это очень важное привилегие, я считаю. Есть ли у вас какие-нибудь советы или рекомендации для россиянина, который сейчас задумался о том, чтобы купить недвижимость в Таиланде? Советы мои простые. Нужно выбрать солидную компанию с хорошей репутацией. То есть не просто с красивым офисом или с красивыми маркетинговыми фишками, которые часто неправдоподобны. С хорошей репутацией, с хорошей историей. И довериться специалисту. Вопрос доверия очень важен. Вы можете потратить очень много своего драгоценного времени. Время – это не деньги. Время – самый дорогой ресурс, который за деньги-то не купить. И все равно можете не разобраться, живя. Находясь здесь, вы можете не совсем корректно выбрать для себя подходящий объект. Поэтому я все-таки советую, если вы не хотите обращаться к агенту, обязательно обращайтесь к юристам, к финансовым консультантам, потому что это другая страна. И если вы обратитесь к человеку компетентному, то ваши инвестиции будут очень надежно защищены. Еще такой вопрос. Говорили о том, что недвижимость можно покупать через частных агентов, через агентство недвижимости. Вы советовали агентство недвижимости. Почему? В чем еще есть преимущество? Преимущество самое главное, что застройщики, девелоперы, они не подписывают договоров с частными агентами. Частные агенты в Таиланде на законодательном уровне запрещены. Поэтому если вдруг потом с вашими деньгами что-то случится, вы никогда в жизни не докажете. Потому что вы сами стали соучастником преступления. Поэтому я настоятельно не рекомендую обращаться к частникам. И второе отличие от российских агентств, может быть даже европейских, мы не берем с клиента, еще раз повторюсь, не берем никаких комиссий. Комиссию нам платит застройщик. Мы работаем официально по американской брокерской системе. У нас есть юридический отдел. Юристы у нас только тайцы. По законодательству Таиланда мы в юридическом отделе тоже должны, в юридический отдел должны представлять только тайские сотрудники. Соответственно, мы гарантируем прозрачность, чистоту, возврат, если вдруг такое случится в ваших инвестициях. И кто, как не юристы из Таиланда, знают законодательство Таиланда? Конечно, конечно. Абсолютно верно. Давайте поговорим еще о таком важном вопросе, как кредитование и ипотека. Как в Таиланде обстоят с этим дела? Иностранный гражданин в Таиланде может получить ипотеку на 70% примерно от стоимости дома, виллы, и на 60% стоимости квартиры. Но при этом у них достаточно внушительный список требований. То есть вы должны иметь разрешение на работу в WorkPermi, должны иметь опыт работы уже, то есть вы должны находиться, жить по рабочей визе, иметь подтвержденный доход, банковские выписки. Это не всегда просто, особенно тем людям, которые хотят инвестировать именно свои деньги. Они не хотят жить, они хотят просто получать дивиденды отсюда. Поэтому ипотека возможна, причем довольно низкий процент, 5% годовых, но не для всех она удобна. Застройщики, все застройщики предоставляют беспроцентную расстройку. Очень многие покупатели недвижимости за рубежом интересуются, какие документы, какой набор документов необходим для покупки недвижимости за рубежом, в частности, как дела обстоят в Таиланде. Очень маленький список, очень короткий, наверное, самый короткий. И на начальном этапе нужен только ваш загранпаспорт, копия даже вашего загранпаспорта. И дальше мы уже все сделаем сами. Дальше уже от застройщика контракты, инвойсы, договоры. Все это мы предоставляем. То есть клиент тратит минимальное количество своего времени. Если опять говорить о времени, можно ли купить недвижимость, если, допустим, я хочу инвестировать, можно ли купить ее удаленно? Или на каких-то этапах сделки необходимо присутствовать в Таиланде? Конечно, вы можете купить ее удаленно. Более того, 30% наших клиентов именно так и делают. Они делают банковский перевод. Удаленно мы подписываем договор, и все проходит удаленно. Это удобно, потому что все-таки Таиланд находится далеко. Ольга, спасибо большое. Спасибо, Митейл. Очень интересный был разговор. Узнали много интересного о недвижимости в Таиланде. Если вас интересует недвижимость в Таиланде, то опускайтесь в описании к этому видео. Мы оставим все контактные данные. Спасибо.